Почему не Цулыгин? Вы спросили, я сейчас только об этом забыл. Салават сейчас упустит вообще всех свободных агентов. Меня самого несколько раз увольняли. Это же хороший результат. Но вы тоже не Нью-Йорк Таймс. Да, это единственное исключение. Всем привет, вы на канале Роман с хоккеем. И в этом видео впервые на моем канале будет эксклюзивное интервью с генеральным директором хоккейного клуба Салават Юмаев Ренатом Башировым. Ренат Рашидович, добрый день. Добрый день, Роман. Большое спасибо, что согласились на интервью. Большое спасибо, что предоставили Уфа-Арену, для того, чтобы мы здесь все это отсняли. Я надеюсь, у нас получится очень интересный разговор. Конечно, всегда пожалуйста. Две недели назад закончился регулярный чемпионат. Начнем с плей-офф. Как вам в целом плей-офф и как в финал отдельно? Ну, плей-офф, я не стану здесь какой-то точкой зрения, но и говорить, потому что она как бы уже сложилась. Плей-офф всем понравился. Каждая серия была интересна. Финал тем более интересен. Я сам себя поймал на мысли, что в этом году я смотрел практически все матчи. Обычно после того, как ты заканчиваешь плей-офф, смотреть на другие клубы, игру других клубов достаточно тяжело. Особенно ты, когда видишь свои ошибки и анализируешь это. Но в этом году, видимо, потому что и таких ошибок я не наблюдал в клубе. И как бы причина такая была нашей остановки, это отъезд легионеров. Поэтому мы смотрели все матчи вместе, и тренерским штабом, и людьми, которые отвечают за работу в клубе, связанную с игроками, и с подбором новых игроков. И вообще схемы игры, конечно, мы смотрим. Тренинский штаб в этой части, он очень внимательно смотрел. Это по большей части их работа наблюдать. Всегда смотрел и думал, как это, варианты руки. На их месте должен был быть я. К сожалению, этого не произошло, но тем не менее, и впечатление от финала, оно было только положительным. Потому что хоккей, знаете, еще у меня такое ощущение было, что после того, как нас лишили чемпионатов мира, еще что-то с этим связанным, хотел сказать, смотрите хоккей. Вот он, хоккей. Я смотрел несколько матчей других лиг, европейских, но это, конечно, никакое сравнение. Наш плей-офф и финал, нельзя это сравнивать. У нас совсем другой уровень. И слава богу, что мы показали тот хоккей, который нравится зрителям. Я думаю, что и многие злопыхатели, которые нас лишили хоккея на мировом уровне, видели, что они лишились. Чего они лишились? Когда счет в серии стал 3-1 в пользу Металлурга, если бы я вас спросил, сколько процентов дадите на то, что ЦСКА заберет кубок, что бы вы ответили? 50 на 50. Никаких у меня сомнений не было, что она продолжится, эта серия после 3-1 не было совершенно. Потому что мы видим, какая команда ЦСКА. Уже не раз они в сезоне показывали, что они могут вытаскивать матчи. И главное, у них никогда не было паники. Даже тогда, когда в начале сезона у них не все выходило, не чувствовалось паники. И не было такого, что вот некоторые говорили, ЦСКА сезон этот провалит, там смена тревянского штаба. Нет, это совершенно не чувствовалось. Все-таки авторитет клуба. И я думаю, там какие-то составляющие. У каждого клуба есть свой фундамент. Я думаю, что я поэтому нисколько не удивился. Нисколько. Как профессионал, вы уже частично затронули эту тему. На что вот конкретно обратили внимание? Или что бы вы позаимствовали? Вот вы как руководитель хоккейного клуба, из команд, которые тоже участвовали в плей-оффе или конкретно в финале. Может быть, какие-то детали там подметили? Нет, не скажу, что какая-то схема игры. Или какие-то... Здесь больше я, конечно, надеюсь на наш тренингский штаб, на Виталий Николаевич Козлова, который с Николаем Леонидовичем смотрели все матчи и рассказывали свои впечатления. У них есть, я думаю, впечатления, и что они могут подсмотреть. Я, конечно, смотрел на формирование команды. То есть мне очень нравилось, как в этом году Сергей Гомоляков формировал команду. «Металлурги» мы видели после не совсем удачных сезонов. Они сделали правильные выводы. И мы с Сергеем тоже, мы с ним играли вместе, он рассказывал. То есть я понимал, что эта команда, которую он собрал, это такой выстраданный материал. И я знал, как они к этому шли. И мне нравилось. И в самом начале сезона, когда мы увидели состав, я понимал, что они, наверное, для нас будут самым крепким норежком для Салават Юлаева. Ну вот магнитка такой хоккей, прям быстрый, атакующий. Прямо весь сезон было любо-дорого на них посмотреть. Согласны с этим? Не всегда, когда мы их выигрывали. Да, это единственное исключение. Да, это давало надежду нам, что в плей-офф мы сможем с ними справиться. Но все равно я вернусь к тому вопросу, о котором говорили 3-1, что мы думали. При этом у магнитки в течение сезона стали появляться какие-то бреши. Тем более, когда с отъездом вратаря, то есть когда было 3-1, я всегда думал, что у ЦСКА есть шанс. Потому что в какой-то момент где-то излишняя уверенность и эйфория, или где-то, может быть, третий матч был, знаете, все силы отдали. Вот это присутствовало. И когда встал 3-2, 3-3, я понял, что, видимо, где-то ЦСКА нащупал этот момент. Я пока не могу для себя ответить, что же это помешало. Но я смотрел интервью, и главный тренер чувствовал, что он, наверное, об этом и говорит. Что где-то был небольшой провальчик, так сказать, или недоработка, или она может образоваться не в течение сезона, а в течение плывов, травмы игроков. Ну, давайте тогда уж теперь к Салавату. В первую очередь, болельщиков всех очень интересует, как сейчас обстоит дело внутри клуба, потому что сейчас в межсезоне всех интересуют трансферы. И как работает механизм подписания новых игроков в Салавате и Лаеве сейчас, и какая у вас в этом роль? Простыми словами, чтобы все поняли. Ну, понимаете, если бы не было вот этой форс-мажорной ситуации, связанной с отъездом легионеров, у нас бы, наверное, много работы бы и не было. Потому что вот уже на протяжении как минимум трех последних сезонов, учитывая такую вот составляющую наших легионеров, которые как бы считаются лучшими легионерами в клубе, в лиге, мы, конечно, знали, что нам где-то точно надо усиливаться. У нас были игроки в каждом месте сезоне, с которым мы хотели заключить контракты. Вот, одновременно у нас подошла большая плеяда молодых игроков, и было интересно вот это все складывать. Но когда уехали иностранцы, это был такой большой провал. Потому что мы понимали, что это восполнить, мы к этому не были готовы. Какой период времени нужен будет для того, чтобы это все восполнить и сделать команду не менее сильную, вот здесь, конечно, вот надо еще подумать и подумать. Мы еще ответа на это не знаем. Поэтому я на итоговой пресс-конференции говорил, что этот год, наверное, такой будет у нас экспериментальный, скорее всего, потому что мы не знаем все составляющие, какие будут. И мы даже до сих пор не смогли перед главным тренером сформулировать задачу, потому что она будет, наверное, решаться, эта задача не решаться, а формулироваться по завершению трансферов всех. Потому что сейчас, поэтому я и говорю, что мы торопиться не будем. Меняется ситуация очень быстро, и вступать в гонку по деньгам точно нам бы не хотелось, хотя у нас деньги освободились. В течение сезона мы всегда смотрим игроков, которых можем подписать, смотрим, какие сочетания можем сделать. Поэтому то, что иностранцы уехали, нам пришлось все заново делать. Как это происходит, какие, это по-разному. Понятно, что занят агенты, тренерские штабы уже наметки делают. Мы потом просматриваем видео, смотрим игрока, делаем много звонков, спрашиваем, как они в коллективе. Для Салатю Лайва очень важно, чтобы в коллективе мы сохраняли такую хорошую, дружественную обстановку. Нам нравится, когда говорят, что в клубе играть Салатю Лайв всегда престижно, не только потому, что один из топ-клубов, но мы относимся к игрокам очень уважительно. У нас очень дружественная обстановка. У нас нет никаких преград между руководителем клуба или обслуживающим персоналом. У нас все такие дружные коллективы. Семья, короче. Семья такая, да, мы стараемся это делать. Мы стараемся, чтобы никого не обидеть. Мы где-то идем на потери какие-то, даже, может быть, финансовые, идем на встречу. При этом мы, конечно, понимаем суровость этого рынка. Нельзя сказать, что мы совершенно наивные люди, но мы создаем такую обстановку. И потом, конечно, начинаются уже переговоры, потому что, понятное дело, что на игроков многие заглядываются, переглядываются, и у каждого есть клубы какие-то приоритеты в переговорах. Кто-то берет деньгами, кто-то берет перспективами. Смотрим на человека, что человеку еще надо. Решающее слово все-таки за вами? Ну, оно скорее формально, конечно, если тренерский штаб уверенно говорит, да, но я не скажу, что все проходит как гладко. Может такое быть, что, увы, ваше чутье, опыт подсказывает, что нет, а вот ваша команда говорит, что да, и вы тогда можете сказать хорошо. Я именно об этом хотел сказать, что бывают случаи, когда я не уверен и говорю, хорошо, это на ваше усмотрение. Было пару моментов, когда я считал, что нет, этот игрок у нас не будет играть. Ну, это, знаете, скорее всего, на начальном этапе переговоров. Первая реакция. Да, первая реакция, когда говорят, нет, потому что там какие-то факты или мы там где-то соглашаемся, где-то спорим. Ну, бывают моменты, когда я говорю, что действительно мы, у меня есть сомнения, но если вы считаете, давайте попробуем, да. Все-таки есть и в Салвать Юлаеве вот этот вот припуск, когда говорят, что вот в клубе нашим игроки раскрываются где-то по-новому, где-то находят себя там люди, которые считают, что там у них карьера или завершение, или человек там молодой, но бесперспективный. Вот, слава богу, мы как бы, в большинстве случаев у нас есть такая вот опция, что мы даем это игрокам. Игроки это знают тоже на рынке, что Салвать Юлаеве позволяет, никто в рамки не загоняет, никто не кричит там, какие-то условия не ставит там, так далее, в том числе и иностранцам. На итоговой пресс-конференции вы сказали, что главный тренер будет объявлен в течение ближайшего времени там, по-моему, даже речь шла 2-3 дня, но немножко все это затянулось. Связано ли это с тем, что просматривались еще другие кандидаты, которые не были в этот момент в клубе? Нет, я отвечу так вот, двумя блоками. 2 дня я имел в виду просто встречу Виктора Николаевича с Райфовичем Хабировым, главой республики. Но просто график такой был, что Райфович должен был, но график не совпал, и поэтому отложился на какое-то определенное время. А когда встреча состоялась, уже и информационная повестка в КХЛ изменилась, и интересный плыв-офф был. И давать сразу сообщениям мимоходом не захотелось. Поэтому мы, как сезон закончился, 30-го мы объявили, значит, 1 мая. Это вот первая часть вопроса. Вторая, как бы, конечно, с Виктором Николаевичем мы вели, он здесь всегда с нами работал, мы его прекрасно знали. После того, как Томи Ламса сказал, что он вынужден покинуть нас. Конечно, мы смотрели, кто бы мог его заменить за пределами клуба. И были, с которыми, возможно, мы бы и заключили контракты, но там были определенные нюансы. Фамилии не скажете. Фамилии, да, фамилии не скажем, да. Ну, это, знаете, это как бы первая реакция. Вот ушел Томи Ламса, начинаешь как бы так вот, всегда кажется, ягодка, которая там вдалеке, она вкуснее, как бы, да, там, вот одну примечаешь, так сказать. Мы, понятно, мы знали, что у нас сильные есть два тренера, которые мы, они всегда будут с нами, да. Мы смотрели, знаете, как вот берешь тренера, ставишь команду, смотришь, как это все будет, да. И разговариваешь с игроками тоже, вот, я разговаривал и с капитаном команды, кстати, и по тренерскому штабу, кого бы они хотели видеть, кого бы они приняли, то есть, есть, потому что некоторые фамилии, под которыми, значит, не пойдут игроки, там, ну, это известная ситуация на рынке. Серьезный вопрос, да. И вот постепенно, постепенно, знаете, мы все как бы, от дальней ягодки возвращались вот то, что у нас есть. Своим. Своим, да. И мы разговаривали, я разговаривал с Николаем Ильичем, и с Виктором Николаевичем, да. Вот. Главное, мне, что понравилось, они, вот, знаете, вот, давали понять, что кого бы вы из нас не назначили, вот, мы готовы работать, вот, ради команды. Это вот, это было. Это было, для меня это было... Вас это удивило? Откровением, да, откровением, потому что предполагалось, что вот сейчас будем выбирать между двух конкуренций, начнется, как это будет отражаться, значит, потом в сезоне, потому что такие случаи уже бывали, так сказать, вот, и вот я особенно благодарен Николаю Ильичу, то, что все-таки, когда он ушел из ложности, там, мы этот... споры всегда вот идут, дискуссии, так далее. Мы знаем, почему. Знаем, у нас состоялся разговор, непростой, да. Вот. Вот. Ну, наверное, когда-нибудь мы об этом расскажем, да, там. Ну, не было ничего обидного для него, а так далее. Понятно, ему было обидно, да, но мы рассказали обстоятельства, они достаточно объективны были. Вот. И в этот раз у меня был очень легкий с ним разговор, и Виктор Николаевич, когда я ему предложил, как бы, да, он тоже очень уверенно сказал, что он все сделает для команды, потому что он всегда, знаете, даже с ним, когда мы подписывали контракт еще до этого, он говорил всегда так вот, это для нас это не нужно было, это для него тоже не дежурные фразы были, что сколько для него сделал Сауту Лайф. И даже такое ощущение было, что он отдает какую-то дань, знаете, клубу, вот. Ну, тем более, с супругом у него из Уфы, я думаю, это, так сказать, поэтому он уже наш, и, понятно, семейные отношения, ну, ему и нравится в Уфе, насколько я знаю, мне дети, ему нравится. Я думаю, что вот это все слагаемое такое вот, и нам дало вот такую уверенность, и ему, он понимает, что он куб пришел не дежурным человеком, не так, чтобы через год уйти, там, куда-то уехать, то есть он понимает ответственность эту. Вот. И тогда почему один год сел? Вы спросили, я сейчас только об этом задумался. Вы так рассказывали, один год, то есть один год это сигнал, что мы очень уверены, если надо, мы продлим, или один год все-таки мы хотим посмотреть? Первый вариант. Мы тут не как с игроками, тут мы вольны. Это очень серьезно. Все, что вы делаете, да. Тренер – это не игрок. Да, и я надеюсь, что Миктор Николаевич понимает, что тут этот год, да, ограниченный, как бы, для него не является каким-то пределом или, там, какой-то опаской. Он знает, как мы назначаем тренерский штаб, он знает, что мы идем навстречу и можем, так сказать, когда увидим, что все нормально, легионеры спокойно можем продлить, когда видим, что корабль идет в правильном направлении. Я в Уфе уже 4 дня, живу я в Перми, и когда я рассказываю людям, с которыми общаюсь, там, жилье и прочее, да, я говорю, что вот у меня YouTube-канал про хоккей, в Уфе все любят хоккей, они все сразу начинают задавать вопросы. Как вы думаете, какой самый популярный вопрос вот в свете последних новостей от клуба задают люди в первую очередь? Почему ехали легионеры? Нет. Еще вариант. Сложно предположить. Сложно. Ну, хорошо, не буду мучить. Они говорят, почему не Цулыгин? А, почему не Цулыгин? Потому что он наш. Ну, этот… Он ваш. И вроде у человека был финал конференции, да, была выигранная серия у Боба Хартли, когда сезон остановили, и он ушел непобежденным, можно сказать. И вот сейчас опять, да, почему Козлов, а не Цулыгин? Почему не Цулыгин? И вот, когда в Уфа-арене присутствуешь на игре, когда называют стартовый состав и тренеров, а Уфа-арена громче всех реагирует именно на фамилию Цулыгин, как-то сможете ответить, почему не Цулыгин? Ну, смогу не полностью. Опять же, вот, возвращаясь к предыдущим ответам своим, что есть вопросы, которые… Уже понятно, почему Козлов. Да, здесь, знаете, как бы мы исходили из того, что если мы ставим главным тренером Николая Леонидовича, это получается, мы как бы возвращаемся к финалу конференции и так далее. Ну, вот, люди вспоминают об этом, типа, при нем будет по-другому. Вот. А мы считаем, что тот путь, который мы последние два года ведем, да, значит, он правильный путь. Я скажу для наших болельщиков и болельщиков наших в Перми, что Николай Леонидович полностью с этой точкой зрения согласился. Я бы прямо не спрашивал, просто его желание работать в клубе и в течение года, как мы наблюдали, он полностью был в этом… Томя Ламса, Козлов, это вот Васильев, они все были воедино. Не скажу, что в прошедшем сезоне 19-20, ой, 20-21 это было полностью, да, там, как бы тренерский штаб там притирался, тем более, там, один был помощником, другой главный, то в этом году был такой четкий, такой тренерский коллектив. И Николай Леонидович, он был такой вот… Мы не хотели давать, как бы, и ему посылы где-то, да, так вот. Вот Козлов это, да, это продолжение вот четкое. И Козлов как бы был, как бы, из равных он был первый, да. И хоккеисты об этом знали. Поэтому, назначая Николая Леонидовича, мы как бы давали им какой-то повод что-то думать там. Мы хотели вот сохранить этот путь, да, это направление. И с хоккеистами мы прямо говорили, и многие хоккеисты нам говорили, в том числе капитан, ну, что навряд ли что-то нужно менять. Вот мы знаем, нам это нравится, как игрокам, мы знаем, куда мы идем, и лучше это сохранить. Лучше ничего не ломать. И главное, что этот Николай Леонидович, он полностью согласился, мне вот, для него он все равно растет, понимаете, он все равно растет, как главный тренер. Я ему сказал, что он еще будет главным тренером, да, там, тут хоккейная жизнь такая. Просто мы считаем, что мы его точно не обидели, и условия лучше сделали, и думаем, что болельщики, когда реагируют, мы это видим, знаем, да. Ну, знаете, там, вот у меня есть, вот я сейчас могу сказать, вспомнил одну хорошую историю, да, значит, когда я был назначен президентом клуба, значит, и здесь был другой генеральный директор, значит, мне только уборщица не говорила, значит, Сулагина уволить. Значит, да, и тут реакция на трибунах была совершенно другая, и руководитель, значит, предыдущий тоже говорил, что это надо делать немедленно, там, и все такое, да. Мы у нас, я приехал, помню, сюда, значит, на арену, сказал, вот, Николай Ильич, у вас есть контракт, мы его должны полностью исполнить, вот, ничего мы менять не собираемся, вот. Понятное дело, что я с главой республики эту точку зрения сначала согласовал, вот, он тогда еще, может быть, не как сейчас разбирается в хоккее, он полностью положился, как бы, на наше мнение, вот, и мы сказали, и придали уверенность, Николай Ильич, все, работайте, вот. Да, мы знали минусы, но мы сказали, это вот, и коллективы тоже, и с капитаном я разговаривал, что есть контрактные обязательства, я больше сторонник таких, вот, он должен все выполнить. И мы не создавали условия, представляете, если рабочий день начинается, ты когда заявление напишешь, да, такое было, вот, как он будет руководить, причем это не скрывалось и в коллективе это, да, поэтому мы понимали, что спасать надо ситуацию, тогда Слава Ильич был, ну, совершенно, как бы, разбитой командой, вот, и мы, вот, я когда дал вот этот карт-бланш ему, да, поэтому вот это я считаю, что мы сделали для него большой плюс. На следующий год, значит, и команда уже говорила, что, да, Николай Ильич, вот, мы там прошлись как хорошо дальше там, вот, хотя вот главная претензия, которая у нас была, почему мы в сезоне не можем давать игру, понимаете, игру, и мы постепенно меняли и некоторых игроков, потому что хоккей, который показывал Слава Кулаев, в то время совершенно мне не нравилось, как болельщику, это, значит, бей-беги, значит, это бесконечные пробросы, вот, я понимаю, что болельщикам иногда нравится, как я это называю, что, значит, вот, игрок, значит, который способен бежать, значит, до лицевой чужой зоме, потом удариться головой в борт, значит, встать, как Ванька-встанька и бежать обратно, а болельщики, о-о-о, но счетное табло из-за этого не меняется, да, бортов там ломать не надо, поэтому хотелось бы комбинационной игры и так далее. Мы постепенно вот и меняли и коллектив, и игроков, которые бы позволяли бы нам показывать красивый хоккей, потому что я с своим коллегам говорю, что мы это шоу все-таки, мы должны продавать это шоу, вот, когда говорят, мы это не продадим, потому что и люди не будут на этот хоккей ходить, те, которые любят красивый хоккей, вот, и в течение сезона у нас вот не получалось, да, команда, как всегда, многие команды мобилизуются в плей-офф, начинают играть, да, там, но все-таки вот и прогреш Авангарду, когда вот мы там, по-моему, в третьем овертайме. Да, значит, ну, тоже там не хватило некоторых игроков, потому что, ну, наши легионеры уже там просто на последнем вздыхании было, ну, понятно было, я уже тогда думал, что если мы сейчас пройдем Авангард, но впереди нас ждет там монстры, да, и мы там точно не справимся, потому что не было некоторого вот поддержки, фундамента, и мы вот все это время собирались сформировать команду. Я еще раз вернусь, и сейчас для нас это шок, когда ушел тот фундамент, на который мы надеялись и строили свои планы по формированию команды. Замечательный ответ и в первой части про то, что почему, значит, не Цулыгин, и здорово, что вы это объяснили, потому что иногда вот не хватает этого, и в этом отношении, конечно, с вашим приходом болельщикам стало больше известно о том, что и по каким причинам в Салавате происходит. И эта история про то, как вы приехали сказать Сулыгину, что мы в тебя верим, это круто, мне кажется, этого немножко не хватает нашему хоккею, потому что на тренера вот это всегда чуть что виноват тренеры, как там говорят, что все эти истории, что игрок вырастет, пока там не уволит сколько-то тренеров. По-моему, это вы говорили или кто-то другой? Ну да, да. Ну, я повторял слова Вася Анатольевича Чижова. Просто еще я вспомнил это. Меня самого несколько раз увольняли. Не по собственному желанию, да. Я знал, что это неприятно, да. Поэтому это связано там с политикой и так далее, там никак не связано с моими профессиональными качествами, я так отмечу это. Ну, это здорово, что вот вы, получается, это решение приняли, ведь финал конференции в тот год как раз был. Да. Получается, что, ну это же хороший результат. Это был, да, отличный результат, неожиданный для нас, конечно, и он почему такой, вы знаете, там, вот, опять же, все равно как бы у нас республика, как и Татарстан, все равно мнение и вовлеченность руководителя региона в хоккей, она вот после этого сезона, Райф Альч как бы, ну, не сказать влюбился он, он просто для себя открыл, он не, он все-таки, у него индивидуальный вид спорта, он борец, да, и в жизни, и в спорте, да, вот так вот, и когда он увидел вот вовлеченность, арена, как болеет, для него это было открытием, он, и потом он делился мнениями, что он, куда бы он ни приехал, значит, в Салат-Улаев, в Салат-Улаев, тема номер один, как бы, ну, впереди там, все передавали привет, и там, как Салат-Улаев, то есть в любую деревню как бы не приезжай, и он, он понял, насколько это важно, с точки зрения политики поддерживать клуб, и мы, конечно, вот тоже благодарны, что вот этому открытию, тем более вот он знал, что он, когда предплов, он пришел, вот этот, говорит, ну, наверное, у нас это, я говорю, ну, да, мы уже тут начинаем что-то делать, я говорю, ну, надо это, надо перетерпеть, я говорю, Рафович, спокойно, мы не эту команду собирали, у нас нет никакой ответственности, так сказать, где-то, пытался сгладить эти негативные моменты. Это когда он только вступил? Ну да, потому что мы же, ну, как мы, Рафович пришел, назначил его президента российской операции 11 октября 18-го года, потом выборы были практически через год, команда, октябрь уже команда играла, то есть это мы там никак не влияли, тем более замена здесь была же руководителя не сразу, там какие-то еще трансферы были, которые там где-то, я даже... Ну, переходный, в общем, период, но в целом период, да, да, потом сейчас вот пока у нас чуть-чуть вторые раунды, да? Ну, как чуть-чуть, чуть-чуть вторые раунды, они все тоже понятно, что я уже не раз это говорил, и то, что предыдущий сезон, где 4-0 от Акбарса, там тоже я говорил о реакции главы республики, он был уже внутри команды, он уже знал, нельзя бы сказать там, что если бы он не знал бы, не вникал бы, да, там, и шел бы на поводу там у определенных там болельщиков, которые говорили, это позор, там унижение, он все это видел, как команда играла, как готовилась, да, в течение сезона, как играла команда, он понимал, что это нужно время, нужно время, он тоже не сторонник сразу все менять, вот, и я думаю, что вот эта уверенность, потому что после сезона ко мне приходили коллеги мои и говорили, мы готовы уйти, ну, то есть вы считаете, что нужно, так сказать, кто-то был ответственный, я тоже понимал, как все это делалось, если бы там было все безобразным, да, то понятно, мне не нужно было подходить, спрашивать, мы готовы уйти, они бы давно бы ушли сразу, я понимал, что это надо вытерпеть, вот, всегда есть надежда на то, что ты придешь к хорошему результату, когда все будет нормально, поэтому после и проигрыша мы изменили очень многое, очень многое, и было большое разочарование, когда мы не попали, так сказать, потому что мы готовились как минимум точно к финалу Кубка Гагарина, мы готовились, и некоторые игроки у нас и подходили к этому, и когда иностранцы уехали на Олимпиаду, и мы играли товарищи игры, прям чувствовалось, что вот команда, даже без иностранцев, ну, тогда мы не знали, она очень прилично выглядит, даже без иностранцев, и мы думали, что если еще приедут иностранцы, вот этот вот синергетический эффект, особенно, когда они стали олимпийскими чемпионами, наши финны, большинство, да, то мы понимали, что, слушайте, у нас может быть тут сложится такой вот, такая команда с такими амбициями, что мы пройдем далеко, к сожалению, это не случилось. Понятно, ну ладно, давайте перейдем еще к тренерским вопросам, насчет помощников Козлова, обычно иногда бывают истории, когда главный тренер сам приводит с собой команду, бывает, когда назначает, ну, руководство. Вот в случае с Алават Юлаеву уже есть точно Николай Цулыгин, и я так понимаю, договорились с Константином Кольцовым, да? Да, с ним контракт подписан. Я так понимаю, что вы еще говорили, что вы консультировались и с, тоже и с игроками, и со Спартаком, или, ну, прежде чем вообще выйти на переговоры вот с Кольцовым, правильно понимаю? Ну, со Спартаком мы, конечно, не консультировались. А вы, я на радио слушал интервью, что-то про Спартак там было. В части Кольцова? Да, именно в части Кольцова. Не знаю, может быть, в контексте, но разговор с ними был, но не был такой, вы как считаете, он хороший тренер или нет. Понятно, что они свои переговоры вели, просто там тоже непростые были переговоры, вот поэтому разговор только в этой части шел, да, но тут ничего личного, человек как бы выбирает, и агент Кольцов, он тоже свое мнение высказал, видимо, тоже это такое решающее значение. А четвертый тренер, это вопрос ближайшего времени или еще долго? Нет, пока четвертого тренера не будет. Пока не будет. Как вот у нас, пока мы считаем, что пока достаточно, потому что сложно, опять же, мы боимся, будет если четверо, там двое уже новых, опять какая-то притирка, пока Виктор Николаевич не считает пока нужно. Если скажет, что, вы знаете, мне нужно вот это вот направление, да, то мы тогда к какому-то решению придем. То есть тренер вратарей, тренер по физподготовке, это то, что сейчас вот переговорный процесс идут. Ренат Рашидович, хочется поговорить еще про обмен Динара Хафизулина с Михаилом Воробьевым на предмет того, что вот сейчас Динар ушел, команду покинул. Вы отдали, Салават Виваев отдал Михаила Воробьева, у которого был еще контракт. У Динара контракт истекал. И мой вопрос заключается в том, нельзя ли было в ходе этого обмена сразу предусмотреть вариант, при котором Динар подписывает контракт Салаватом хотя бы еще на один сезон. Потому что получается, что он неограниченно свободный агент, срок действия контракта завершился, и он ушел сейчас просто в Акбарс. Ну, конечно, мы такой вариант думали, потому что разные варианты. Либо он останется в ходе переговоров, сразу же мы с агентом говорили. Они сразу же сказали, что они готовы продлить, то есть как пойдет игра, как пойдет результат. Мы сразу же продемонстрировали, мы можем на два года сразу же подписать и готовы были рассматривать и суммы какие-то там. Ну, важно было для нас совершить и обмен этот, потому что нам нужен был такой защитник, как Динар. Вот, и у нас непростые были и отношения, ну, не лично как бы с Михаилом, да, но, знаете, бывает такое не пошло. Вот, я сам лично был инициатором его возвращения из НХЛ, из Америки, из АХЛ, да. Возможно, надо бы как-то по-другому действовать. Просто я помню его молодым как бы и его способностям, значит, ну, как-то, вы знаете, вот не пошло. Ну, бывает вот не пошло и как-то и контакт, что ли, не получился, ну, как-то вот не складывалось. И мы и говорили с агентом, что что-то, что-то не то. А Ламса что говорил? Ну, он тоже сам говорил, что как-то вот ожидания были другие как-то, да, потому что и контракт был достаточно такой хороший, знаете, и агент тоже говорил о том, что действительно, ну, что-то, как бы, что-то не получается. И, наверное, вот еще контакта как бы не было. Там, я как бы лично это не заметил бы, чтобы он так как-то, ну, давал бы надежду, что ли, да, так вот. Знаете, как-то не сложилось так как-то вот. Поэтому, когда вот с Динаром возник вопрос, и у нас несколько предложений было, мы давали список на обмен, но на СКА не шло это. И мы как раз были это в Казани, были на турнире, вот. И когда предложили Михаила, конечно, сначала нам сказали нет, обмена не будет, но потом буквально через пару дней вдруг к этому вернулись. мы потом поняли, что, да, мы совсем забыли, что там главный тренер СКА, он знает Михаила, да, и поэтому, видимо, когда уже дошел к переговорным процессам до него, видимо, он высказал свою точку зрения. И она поменяла, да? Она поменялась, да, и они пошли навстречу, да. И, конечно, мы теперь, конечно, сожалеем, что Динар ушел, вот, в течение сезона мы несколько раз возвращались, но он всегда говорил о том, что, да, он и не скрывал о том, что у него есть предложение за Акбарса, и Акбарс на нас выходил, когда мы уже совершили обмен, то есть предлагали свои варианты обмена такого тройного, да. Не скажете кого? Нет, там была денежная компенсация, поэтому там не было каких-то игроков, там задействовано, вот. Вот, ну, нам нужно было, потому что мы выстраивали вот защитную линию, вот. Уверенную, которая бы усеряла, да, вот. Да, пускай она была бы дорогая, но мы были точно уверены, потому что у нас всегда была вот Ахиллесова пята такая, знаете, вот, все вроде нападения играет в защите, поэтому мы как бы вложились туда и вот считали, что вот и Михаила отдали, хотя, конечно, бы этот, хоть я и сказал, как бы не сложилось, но мы надеюсь бы, нашли бы какой-то выход, да, но в этом случае вот этот обмен был совершен. Вот, мы посчитали, что он будет верным. Вот, нам сейчас, конечно, претензии предъявляют, вот, и Михаил хорошо сыграл, и там, ну, видимо, там либо требования, там другие были, неизвестно, какие составляющие, либо сам город, либо, ну, много что, что мы, может быть, те условия бы, мы эти не смогли условия создать, или он для себя бы не взял, может, у него ответственность такая, может быть, там смена главного тренера на Романа Роттеренберга свою, значит, какое-то влияние оказала. Все-таки он, давайте не будем забывать, что он играл с Гусевым. Ну, да, нет, мы всегда знали, Михаил прекрасный диспетчер, прекрасный диспетчер, ему нужно было партнеры, вот, пока мы, вот, когда он играл сезон, не могли сказать, что он нашел свою пятерку, тройку там, и играл бы там, так вот, не было такого, знаете, чтобы, вот, человек, на котором строится команда. Но все-таки, вот, почему не получилось? Почему не было вот у Салавата вот этого приоритетного права на то, что... Да, мы на это надеялись, мы на это надеялись, что наш клуб покажет Динару, что соседний конкурентный город с Акбарсоном все-таки мы сможем его удержать, да, и я на пресс-конференции искренне говорил, что не нету такого, что мы, вот, видим, что Динар только Акбарс и Акбарс, там, никаких вариантов, мы бы тогда и не расстраивались были, и знали бы об этом, да, просто мы, вот, наш разговор с ним был, я все-таки не могу полностью сказать, потому что он достаточно откровенный был, я, как бы, учитывая, что я старше его, я просто сказал ему точку зрения, как бы я поступил на его месте, как бы я поступил, исходя из чего, хотя, конечно, я не объективен был, но, тем не менее, я ему сказал, вот, вы подумайте, когда будете решения эти принимать, вот, я бы так это сделал, вот, потом я как-нибудь скажу это, да, вот, да, и он услышал меня, да, я думал, что, вот, он прекрасно себя понимает, он очень такой выдумчивый человек, он самостоятельное решение принимает, хотя я знаю, что и семья, конечно, хотела, чтобы он был, и он, ну, он такой вот, знаете, такой, настоящий татарин такой, он принимает решения, да, поэтому, когда он принял решение, вот, осознанно, и мы не расстраивались, тем более, когда главный тренер, да, с которым он и завоевывал кубок, да, тут уже мы бы не могли сказать себе, что мы с точки зрения менеджмента сыграли не в ту сторону, да, понятно, что мы давали хороший ему контракт на два года, и, видимо, он все принял самостоятельное решение, и понял, что продолжение карьеры в Акбарсе, это то, что ему нужно, претензий никаких нет, да, ну, и все равно мы, понятно, у нас уже есть и молодые игроки, которые вот встали на эту, на эту позицию, которые будут получать шанс, тут есть все плюсы. Теперь давайте к теме, которая, наверное, многих болельщиков Салавата потрясла. 1 мая автомобилист объявил о том, что подписал контракт с четырьмя легионерами, одним из которых был голкипер Салавата Илаева, на тот момент Юха Мецева. Вы знали о том, что наш вратарь, ваш вратарь подписал контракт еще в январе? Ну, сейчас можно уже об этом говорить, мы об этом знали, мы прямо спросили, но нам сказали, что нет. Да, был интерес, но я еще расскажу, что рынок очень узкий, информация все все знают, да, и нам сказали, что есть подписанный контракт, значит, и уже договоренность, и сумма контракта, и срок, мы об этом знали. Мы понимали, почему он это сделал, то есть, когда говорят, там, предательство совершил, нет, тут, если вы помните, в начале сезона, когда там был разговор, мы всегда спрашивали Юхова, там, у нас действительно с ним состоялся разговор, и такой серьезный был разговор, нет, мы не ругались, мы просто, мне хотелось понять, о чем человек думает, потому что мы подготовили сильную команду, и вратарь низко у нас как бы стал, ну, пропала какая-то уверенность, и какое-то отношение поменялось, как нам показалось. И мы с ним хорошо поговорили, и он согласился с нашей беспокойностью, и сказал, что действительно, он, наверное, где-то поступил не очень профессионально, но при этом сказал, что это не так все плохо, как вы думаете, просто в данный момент развития, он посчитал, что он может себе это позволить. Это в январе был разговор? Нет, это был в сентябре. Но тогда же он еще не подписался? Нет, мы тогда не знали, я вам дальше сейчас расскажу, да. Но потом, просто в ходе этих переговоров, которые вот мы высказали ему свои опасения, вот, было спорное решение такое, знаете, с нашей точки зрения, вот, а уже я знал уже, что с иностранцами как бы нужно очень осторожно, и я коллегам говорил, правильно ли это решение будет, правильно ли он расценит это решение, вот. И, насколько я понял, после этого он обиделся, он обиделся, и я коллегам тоже говорил, я, когда встречаюсь, чувствую, как будто я виноват, вот, по его взгляду, так вот, и тоже и контакта такого нету. Я не понял, все-таки это вот обиделся именно в сентябре? Да, да, да. То есть, вот он плохо сыграл, не очень хорошо он сыграл предсезону, да, и все начали писать, что Мецела там не... Вот вы в этот момент, как сезон начался, начали с ним разговоры в этом. Конечно, да, потому что тренерский штаб... И он обиделся на вас. Тренерский... Ну, не потому, что я с ним поговорил. Ну, просто, это у него, в общем-то, просто... Сложилось такое... Сложилось, да, потому что, знаете, тут я только пришел еще, вот, ну, ни в коем случае не оправдание это... Это, с одной стороны, это было правильно, значит, управленческое решение, о котором я пока не могу говорить, да. Но он расценил именно так, как я и предупреждал коллег. Вот, потому что у нас были такие, как бы, случаи, там, я уже понял, что я на эти шаги, как бы, не пойду. Но здесь свою роль сыграл, как бы, и, как бы, агент, он, как бы, согласился, вот, с нашим этим решением, да. И потом нам, вот, и претензия была, что вот, не надо бы этого делать, там. Там ничего такого обидного не было, потом я скажу, и болельщики, я надеюсь, как бы поймут, это было бы, вроде, правильное решение. Но я не люблю никаких, вот, таких, знаете, вот, конфликтных ситуаций. Может быть, и российский игрок, может быть, на это не обратил бы внимания, да. Но я, конечно, никогда с Юхой об этом не говорил, но все равно ты ощущаешь это. Но при этом он, после этого разговора, он совершенно поменялся, и он, он работал так, как именно сказал в нашем разговоре, что он не доставит нам проблем, и мы будем в нем уверены. За слова ответил. Да, он совершенно, я уже говорил, что мы знали, когда мы знали, я сразу сказал, это результат вот того действия, понимаете, вот, он посчитал, что он имеет моральное право, хотя я с ним не соглашусь, да, он тоже дал, дал повод на то, чтобы это сделать. Поэтому тут такая. Поэтому мы, когда... И из всего этого вышло то, что он начал вести переговоры. Вести переговоры, да, и подписал контракт, да. И подписал контракт, да. Это нарушение регламента со стороны? Я так понимаю, что там в правилах именно клуб не имеет права вести переговоры с игроком, у которого есть действующее соглашение с другим клубом КХЛ, правильно? Да, регламент запрещает проведение хоккейных матчей в странах, где объявлено военное положение. Вы говорите, это нарушение регламента? Или не нарушение регламента, да? Да, да. К сожалению, понимаете, у меня нет никаких претензий там, вот, это же, ну, эта практика существует. Да, понимаете, это... эти болезни еще будут. Вот, НХЛ, вот, который для нас является, как бы, вот, примером, приоритетом, многое мне там нравится. Лига тоже растет, понимаете? И тоже говорили про... там, легионерские позиции, там, потом по потолку главное, да, что никто соблюдать этого не будет, там, олигархи там будут приносить. Все равно, вот, растет общество, да, оно, вот, какие мы были в 90-м годах, то же самое и организация. Лига растет, понимаете? И вот эти все случаи заключения контрактов, там, до определенных сроков, оно пока есть. Это не массово, но оно пока есть. Потом все равно мы придем к тому, когда будем точно следовать регламент, потому что для нас будет... Когда будет потребитель, болельщик, когда мы точно будем для него работать, а не для каких-то руководителей, которые, там, проходят клубами, или следят, и так далее, принимать какие-то авторитетные решения, или авторитарные решения, мы к этому придем. Поэтому говорить из этого, ах, как ты могла, я не буду так говорить. Вот. Говорить о том, что Салатюлайф так не делает, да, я тоже так не буду говорить, да. Поэтому здесь все, ряд обстоятельств. Мы об этом знали, понимали, почему, и никаких обид. Главное, он выполнял свою работу. Это был критерий. Хороший взаунд, да, он провел хорошее. Качество, да. Я все это спрашивал, для чего. Болельщик, обычный болельщик Салават Юлаева, он, наверное, не понимает сейчас, как к этому относиться, потому что мнения разнятся. Кто-то говорит, что, ну, почему бы и нет, да, в общем-то, он игрок, может вести переговоры с кем хочет. В то же время, вроде как, специалисты, некоторые журналисты пишут, что с него тут в Уфе пылинки сдували, а он так поступил. Вот как вы считаете, или как можно, или стоит относиться болельщику Салавату Юлаева к тому, что вот Мецева подписал контракт, играя в Салават? Без романтизма, о котором я говорил, нужно относиться к этому. Но на то они болельщики, что они так через сердце все проводят. Поэтому они и приходят на трибуны, чтобы поболеть и высказать свои эмоции. Может быть, и не надо им глубоко туда, как мы знаем эту ситуацию. Они должны эмоции, они должны прийти утром после матча, поругаться, сказать, нас поругать руководителей, что мы бестолковые. Значит, поругать Мецелу, там, предатель и так далее. Это все разговор, он свои какие-то решения там будет принимать, потому что болельщик истинный, да, он почему приходит, да, ему нужны эмоции. Я как-то говорил тоже в нашей команде после первого круга, когда пришли, прошли мы Сибирь, я говорю, что вот, знаете, вот каждая победа в игре, она много, значит, для людей, которые приходят сюда. Кто-то, я говорю, решил сделать девушкой предложение, кто-то развестись, наоборот, кто-то там в бизнес вкладывается, потому что ему, может быть, какая-то эмоция не хватила. Вы выиграли сегодня, да, вы поверьте, вы много сделали для очень многих тысяч людей, которые пришли утром, проснулись, пришли и сказали, я буду вот побеждать, я буду вот так же действовать и так далее. Поэтому к этим переживаниям оставьте эти переживания и волнуйтесь так же, как вы волнуетесь и давайте эти оценки нам и хоккеистам. Это то, что делает хоккей. А теперь давайте перейдем к теме еще, к одной очень такой тяжелой, может быть, которая вот захватила командой по обе стороны океана, Родион Амиров. Стало известно о его диагнозе, его так все поддерживали. Салават Юлаев играл с его джерси на скамейке запасных. Как сейчас его состояние вообще вот, потому что все переживают, что можете сказать? Он проходит плановое лечение, он в очень хорошем настроении начал тренироваться по программе, которая составлена вместе с лечащими и врачами. И главное настроение у него очень хорошее. То есть мы уже строим планы. Сейчас уже могу сказать, что договоренность с Торонто достигнута. И мы буквально на днях подпишем с ним новый контракт. То есть аренда будет продолжена, хотя по плану он должен был уезжать в Торонто. И он уверен в своих силах, и мы строим планы на будущее. Он себя чувствует хорошо. У него еще есть до конца лета план лечения. И мы надеемся, что мы приступим к настоящей реабилитации осенью и начнем подготовку уже к новому сезону, который может случиться. Будем смотреть. Организм молодой, у него самого настроения хорошее. Болельщики его поддерживают. Все поддерживают. Все поддерживают. Да, морально это для молодого человека очень важно. Он не один, не только семья переживает его. Я говорю, как его не хватало. Я больше хочу сказать не о болезни. Просто мы в начале сезона, когда он пришел, проходил сбор, мы нашли его невероятно сильным. У нас были некоторые сомнения, сможет ли он подготовить себя к Торонто. И были опасения специалистов, что вот он там играет по чистому льду, надо там с хорошим катанием. Но, во-первых, он сам себе чистый лед организовывает. Я всегда говорил, надо уметь так кататься, чтобы чистый лед себе организовывать. И он пришел очень сильно броском таким и продавливал. И у него исчезла вот эта вот, наверное, детскость такая, знаете, я туда не пойду, мне еще рано, там дядя большой. И мы такие говорим, ну, вроде он в этом году нас точно вытащит. То есть мы на него как бы не особо как бы возлагали надежды в плане того, что он будет лидером команды. И тренерский штаб его нашел, как бы, поэтому он сразу поставили во второе звено его. И на предсезонке он так выглядел уже так серьезно. Это было, конечно, большое разочарование, когда и травма это случилось, и в совокупности с легионерами, это, конечно, для нас это был неудачный сезон, крайне неудачный. И вот я уже говорил, что вот с трактором я прям, когда наши молодые как бы выстрелили, да, я еще думал, вот, был бы Амиром. Бродиом бы сюда, да, это, они бы творили игру, не поддерживали там свой уровень, да, там, не стали бы открыть, они бы показывали свой уровень. Я правильно понимаю, что шанс на то, что он в этом, в новом сезоне сыграет, есть, и он большой? Нет, я не скажу, что шанс большой, мы надеемся, что он пройдет реабилитацию, у него будет своя предсезонная подготовка, мы надеемся, да, и уже, наверное, весной мы что-то будем смотреть. Тогда пока рано об этом говорить, мы пока молимся за то, чтобы лечение закончилось успешно, и мы приступили к реабилитации. Понятно. Еще одна тема, тоже касающаяся здоровья, на итоговой пресс-конференции, в которой я уже возвращаюсь постоянно, вы рассказали историю, что Финляндия отказали в операции. Как сейчас, собственно, делают у этого хоккеиста? Да, это не Родион Амиров, как многие начали говорить. Да, 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 там почему-то вот решили, что это... Да, это было такое походное мое замечание, просто в видеоправдания, когда говорили, почему у вас легионеры уехали, а, значит... Ну, это разлетелось вообще просто. Да, вот люди сейчас не сегодня-завтра в НАТО входят, значит, вот это тоже аргумент. Просто пытались сказать, что мы плохо работаем, не могли уговорить. Мы говорим о том, что сейчас люди тоже понимают, какая обстановка в Финляндии. Да, и вот этот случай я просто привел пример, как вот просто рядовой. там этот молодой человек, он несовершеннолетний в операции, да, он прооперировался в Уфе, то есть, конечно, мы просто хотели для своих выпускников, школы, и те, на которых мы надеемся, перспективные, конечно, мы хотим тут в этой части пылинки сдувать, да, значит, был, потому что негативный опыт, поэтому лучше мы потратимся, так сказать, это, тем более, в данном случае, что было смешное, это была по большей части не наша инициатива, родители, как бы, да, просто клуб выступал, как бы, локомотивом, договаривался, так далее, то есть, от клуба тут не нужно было каких-то дополнительных средств, но это было неприятно, что вот они так отказали, причем потом другие клиники с зарубежными нам прислали свои предложения, что мы готовы с вами работать, приезжайте к нам, вот, это было приятно, и сейчас все хорошо, в том числе и Финляндии было, ну, не клиника, а просто один болельщик Салатюлаева, просто он, не знаю, почему он болельщик, Салатюлаева, значит, но он сказал, что ему стыдно за действие, вот, некоторых организаций, он, то есть, он говорит, что должен быть, хоть и вне политики, отказывать в медицинской помощи молодому человеку, ну, совершенно это неправильная позиция. Ну, операция сделана, все сейчас хорошо. Идет реабилитация, да, надеемся, что все будет хорошо, надеемся. Теперь уж давайте к переходам, если какие-то темы буду затрагивать, которые нельзя поднимать, то вы, естественно, об этом скажете. Вопрос, раз уж про Спартак затронули, активно идут разговоры про Дроздова. Это правда? Это правда? Это правда? То есть, вы интересуетесь? Мы интересуемся, да, мы интересуемся, и, ну, пока все, пока... На стадии переговоров? С точки зрения, то, что мы должны были сделать, мы свои предложения, как бы, сделали. Понятно. Свой ход сделали, ждем рядом. Да, мы ждем развития событий, это уже, потому что Европа принадлежит Спартаку, Спартака тоже, так сказать, цели свои есть, да, там, хороший менеджмент, да, там, Роман Беляев, он у нас работал, да, он вообще, петельник ко всем вопросам относится, поэтому мы не хотим ни в коем случае переламывать ситуацию, там, как-то, мы просто... Понятно. Сделали просто предложение, как бы, все в рамках, так сказать, правого поля. Там надо отметить, что мы не хотели никаких тайных переговоров, не вели там, неожиданно, просто там тоже пошло не все, как бы, как, видимо, там, стороны, поэтому, так сказать, вот, это обычная практика. Я почему спросил, потому что так удивило многих болельщиков, в том числе Салавата, вроде как Дроздов, там, один год он сыграл, он же еще такой молодой игрок относительно, да, и многих это удивило, поэтому я решил уточнить. На итоговой пресс-конференции говорили про Ширыченкова и говорили, что некоторые обстоятельства вскрылись уже после того, как он договорился с командой. Можете назвать, какие обстоятельства? Ну, на сегодня, наверное, я могу сказать, потому что я вчера читал комментарии, значит, клуба, куда он перешел, конечно, мне несколько так было, так несколько обидно, что ли, я прям с коллегами поговорил, сказал, что у нас будет с вами сегодня интервью, я говорю, наверное, все-таки надо сказать, чтобы не было потом кривотолков или обвинений, там, мы почему, хотя, конечно, без наших ошибок тоже не обошлось, но сейчас уже смотришь это по прошествию этого времени, потому что мы, понятно, вели переговоры уже после Нового года о новом контракте, и Александр был доволен и хотел остаться, единственное, здесь были вопросы, там, продолжительности и самого контракта, и его стоимости, вот, и мы находили, значит, общий язык, там был вопрос больше по сроку, да, я еще говорил коллегам, что, может, нам не стоит, там, разница была, там, небольшая, там, ну, там, в контракте, ну, два или один, вот, ну, агент нам сказал, что он выбрал вариант одного года, мы говорим, хорошо, один год, все, как бы, вот, тогда было, вот, это, знаете, вот, межсезонье, связанное с Олимпиадой, никто никуда не торопился, никаких проблем не было, вот, и новый импульс переговоров, он пришелся на, после начала событий в Украине, да, понятно, что рынок сузился, да, возникли предложения, все стали искать на рынке, вот, и нам сказали, что у него есть предложение, значит, связанное, вот, два года, вот, такая-то сумма, мы, понимая обстоятельства, сказали, пожалуйста, давайте два года и будем... То есть вы повторили? Мы повторили, мы говорим, мы согласны, мы повторим любое, да, потому что нам говорили, при всех равных обстоятельствах он, конечно, выберет Уфу, ему все нравится, и здесь, тем более, у него открывается новая роль, там, первого вратаря, понимаете, то есть, и он как человек очень, ну, очень хороший человек, и в коллективе, мне приятно было вот с ним разговаривать. Со всех точек зрения плюс. Да, вообще, да, вот мы и так, мы и были уверены, что, ну, новую роль, знаете, там, думали молодых, там, мы, там, будем, они будут учиться у него, ну, вот, такой вот, все-таки человек уверенности, хотя нам говорили, что вот он всегда был, там, бэкапом и так далее, мы говорим, ну, каждый хочет быть генералом, расти, почему нет, значит, давайте дадим эту возможность. Вот, и мы, мы были спокойны. Потом вот начались, знаете, публикации, там, вот, он, локомотив, да, там, мы так, ну, мы уже все сделали, как бы, хотя понимали, почему локомотив, там, тренер Никитин, который знал его, и, правда, сейчас уже мы анализируем, что-то не подписывается, не подписывается, как бы, так вроде. То есть, я правильно понял, вы ему сделали предложение, и они сказали, мы, там, мы думаем, да, условно, и все это, вы ждете ответа. Нет, ну, все нормально, мы с агентом разговариваем, все нормально, это значит, мы подписываем, или это значит, что... Да, подписываем, ну, мы были уверены, что вот это дело времени, да, там потом, ну, вот, как-то, какая-то пауза потом начала возникать, знаете, там, ну, мы там, понятно, мы сами играли, да, там, плей-офф, там, после завершения, как-то мы так это... Не до этого. Все так, как, и так это быстро, и потом пошли все больше слухов и слухов, что там ЦСКА, и буквально, значит, мы здесь в последний день, когда провожали команду, здесь провели встречу с болельщиками, вот, вдруг, значит, ко мне Вася Анатольевич Чижов подходит и говорит, что вот, Александр вынужден уйти, там, в другой клуб, потому что он сожалеет и удивлен, почему Файман не повторил эти условия, которые давали другой клуб. Вот, я был так же уделен, как вы сейчас. Вот, я тут же с ним встретился, и он уже... они все уезжали. Мы с ним так поговорили, я говорю, Александр, давайте так, я не знаю, как бы, ваше дальнейшее решение, да, но я уже слышу, что уже другой клуб, как бы, я не пойму, но даже если вы решили, как бы, уйти, я вам скажу четко. Я ему сказал, как шел ход переговоров. Он сказал, что ему об этом никто не сообщал, что мы повторили предложение тех клубов, которые выразили к нему интерес. Я тоже был удивлен. Понимаете, кто где недосказал, кто какие решения принимал, неизвестно. А он-то что сказал на это? Он тоже удивился? Он тоже удивился, да. Ну, конечно, я при этом говорю, Александр, если вы еще контракт не подписали, то я вам говорю, что мы предложение это повторяем. Ну, теперь поздно. И почему-то мне в этот момент подумалось, что, наверное, уже поздно. Ну, или он дал понять, что поздно. Мы, конечно, потом провели, не расследование, а, сказать, следствие. Никто на себя вину не взял, да, никто на себя вину не взял. Но после вчерашних комментариев ЦСКА об Александре я понял, что это был такой, видимо, план, договоренности и так далее, в которых наше предложение уже было неинтересно, или оно было запредельно, или там предложили то, что мы не смогли предложить, но никто с нами там переговоры не вел. Ну, я понял, что, значит, все-таки Александр, там, у него семья в Москве, поэтому у нас, конечно, был план Б, поэтому в этом случае. Ну, такие вот случаи бывают, поэтому. Какое послевкусие от всего этого? Вы, как бы, как ощущаете? Послевкусие такое, что это, я больше говорю, болельщикам. Нельзя романтизировать отношение игроков к клубу. Это и есть момент. Но так, чтобы, вот, он обязан что-то. То есть человек свои выводы делает, решает. Нет такого, что я там, когда люди говорят, как же он так посмеял, там, он предал, так далее. Да, не стоит болельщикам, вот, прям, уповать на это. Это есть. Это в зависимости от качества, личных качеств. Но я сам так раньше думал, но вот уже работая в клубе уже несколько лет, как бы, да, ну, президентом клуба, и сейчас я понимаю, что от этого надо отходить. То есть это нельзя в переговорах себе давать, знаете, такую, ну, как же он так поступит неправильно. И поступит. Но все-таки мы хотим, чтобы в нашем клубе это превалировало. Я не говорю, что этого нет. Но иногда, когда говорят, что я бы не согласился, я не стал бы обвинять хоккеистов, потому что условия и спортивная жизнь хоккеиста, она не такая, сказать, что бы, там, можно было прогнозировать, там, больше, чем на два, на три года, поднимать понятие, значит, ты ограничишь свободный игрока. Это дает ограниченный промежуток времени для того, чтобы он смог деньги заработать. У него тоже есть ответственность перед семьей. Надо отдать должное, что, да, ответственность перед семьей у хоккеиста на первом месте будет всегда. И слава богу, что она есть. Давайте останемся во вратарской теме. Эдди Паскуаля, можете что-то прокомментировать по этому поводу? Ну, у нас было предложение, да, но вот, но все разговоры о том, что мы какой-то завершающий этап, нет. Нам предлагают игроков вратарей, да, он есть в составе предложений, но переговоров мы не ведем. Понятно. Многие болельщики, вот, исходя из вашей этой позиции, очень переживают и говорят о том, что Салават сейчас упустит вообще всех свободных агентов и в итоге и деньги не потратят, которые есть на команду. Что вы можете им сказать по этому поводу? Ну, ничего страшного. Знаете, показывать работу путем скупки фамилии за большие деньги, мы точно на это не пойдем. Мы знаем, куда мы точно пойдем, вот, может быть, и не говорим и не слышим, но, понятно, все антураж, потому что это, это же, это рынок, это агент, каждый, значит, кто-то накачивает фамилию игрока, кто-то говорит, что вот он подойдет, да. У нас были предложения, игроки к нам хотели, те, которые сейчас уже заключили контракты. Но условия нам точно не подходят, мы не можем дать, вы заметили, какие длинные контракты у игроков? У СКА особенно. Да, понимаете? Ну, там другая особенность, там у них там несколько иная. Я про других свободных игроков, у них там больше по игрокам, которые принадлежат им, они продляют, вот там понятно, почему там эти сроки. Но то, что свободные игроки продляют, или говорят там 3-4 года, это говорит о том, что они туда вкладывают как бы вот сегодняшний рынок они вкладывают, потому что неизвестно, что будет через полгода, но они спокойны, они 3 года с большим контрактом. Вот. На рынке есть медведи и быки. Да, рынок разделился. Поэтому мы не можем смотреть в дальнюю. В дальнюю сейчас смотрят и игроки, которые себе страхуют и гарантируют себе контракт. Мы не хотим быть разочарованы в том, чтобы через год, когда ситуация поменяется и с легионерами, и еще что-то, и мы потом будем разочарованы. Но в нашем клубе, в каждом клубе по-разному, конечно, каждый руководитель принимает решение, исходя из того, что как у него, какая команда. Все-таки молодежь, которая у нас есть, она дает повод спокойно спать. Да, пускай мы не будем главными претендентами на Кубок Гагарина в части, там, как всегда же Кубок дают уже, так сказать, составы. Я уже дал Акбарса. Ну да, сейчас все Акбарсы, да, мне тоже говорят, вот, вы там за Акбарсом не следите и так далее. Смотрите, что у соседей, да? Да, что у соседей, я говорю, вот эти все сравнения, значит, Казань, Уфа, там, я учился в Казани, я знаю этот город, и знаю, значит, и всегда у меня был такой ответ, когда вот сравнивают, там, Казань, там, это. Я говорю, ребят, сто лет назад из Казани ссылку Владимировича Ленина отправляли в Уфу. Сто лет назад. Представляете, какой шаг сделала Башкирия и Уфа, чтобы сейчас быть в конкуренции с Казани. Берите больше исторический момент. Вот. Поэтому мы спокойно здесь, мы не будем гнаться, мы знаем, как Акбарс работает, мы знаем, в конце концов, мы знаем менталитет. Это Братская Республика, они поступают так же. Я сразу объяснял, как будет действовать Акбарс, скорее всего. Ну, они пошли по этому пути, собирают действительно хорошую команду, вот, хороший тренер и много вкладывается. Вот, вклинюсь, у Салавата был вообще даже гипотетический интерес, там, один процент, может быть, на то, чтобы побороться за Шипачева, Войнова? Нет, совершенно нет. Совершенно нет, да. Мы, как только первый, только разговоры пошли о том, что они пойдут в Акбарс, это вот зимой, когда у них там был какой-то кризис, там, управленческий, да, там был. Нам тоже предложения были из Динамо, но не по ним, по другим игрокам. Вот, к сожалению, подписать мне не удалось. Вот, мы всегда держим руку на пульсе, вот, нельзя думать, что мы спим, проснулись. А почему нет? Деньги ведь освободились легионеров. Ну, позиция такая. Ну, позиция, просто мы не хотим спешить, мы хотим сделать, вот, знаете, я всегда за оригинальные вещи. Можно потратить на пресс-службу миллиард, а можно одной шуткой завоевать симпатии болельщиков, понимаете? Вот, поэтому здесь тоже, вот такое время наступило, что мы можем, это, есть много опций. Мы не хотим остаться в дураках, это точно, не хотим. Здесь очень сложно. У Акбарса своя, у них вот, у них вот, у них еще в том году было не все в порядке с легионерами, вот, и эта позиция понятна, она естественна, у них хорошее руководство, и когда я предполагал, что они пойдут по тому пути, не потому что я такой умный, потому что это был такой естественный ход событий для них, вот, и включая, не забывайте, как бы амбиции Акбарса, да, вот, и тоже, и значение хоккея для них, и внимание руководства республики, это все слагаемое, и руководство тоже это учитывает, мы тоже это учитываем, да, вот, но у нас, слава Богу, есть, как бы, и контакт с Райф Фаричем, когда он понимает, чем мы занимаемся, он тоже говорит про усиление, мы ему объясняем свою позицию, он соглашается, понятно, когда он соглашается, это еще страшнее, потому что он говорит, это твой вопрос, да, ответственность она возникает, но тем не менее, он тоже должен понимать. Вот эта осторожность, выжидательность, это все-таки следствие того, что произошло, вот, в связи с отъездом легионеров, то, что вы говорите, вот, мы строили фундамент, и вот в одночасье все это разрушилось, вы поэтому сейчас вот так осторожны? Нет, не из-за легионеров, мы, мы понимаем, что время сейчас очень сложное, и не паниковать, принять правильное решение, лучше без лишних слов, и, возможно, он где-то потратиться, но потратиться с перспективой, перспективы, которые тебе точно скажут, что ты, там, через сезон, например, ты точно подошел к тому составу, за который точно не стыдно, как минимум, а как максимум, вы можете сказать, ну, в этом году точно «сладь у лайфу». Вы претенденты. Да, вы претенденты, да. Сколько процентов можете дать на то, что Корея все-таки будет целовать в этом году? Ну, тоже, наверное, 50 на 50. Вот так высоко? Он же уже, я так понимаю, подписал контракт там. Ну, видимо, какие-то опции есть, потому что… Так вы, видимо, какие-то… Ситуация там тоже по Андрею… Вы знаете про них или нет? Что? Про опции вы в контракте? Нет, я предполагаю. А, вы предполагаете? Я предполагаю, потому что переговорный процесс непростой, и мы некоторые детали выяснили, и у меня с ним состоялся личный разговор. О, даже так? Да, хороший, потому что, когда я понял, что что-то не то, то есть у нас состоялся личный разговор. Да, был, как бы, один посредник, который рассказал ему точку зрения, вот, и мы, как бы, поговорили спокойно, и он сказал, что есть вот… у него такие мысли. Мы говорим, окей, просто мы… Это условия, да? Да, мы… не условия, у него свои планы есть, мы сказали, что мы никаких вмешательств здесь делать не будем, у нас и больших возможностей. Возможности… Нет, но мы считаем, что наше предложение, как бы, есть. Если ты какое-то решение примешь, мы тогда войдем уже в переговорный процесс, процесс уже, да. Вот. Какой-то срок определили. Можете сказать, какой срок? До конца мая. До конца мая? До конца мая, да. Ну, здесь тоже мы не учитываем, мы не можем сказать, что мы вот ждем теперь, ничего не делаем. Я понимаю. Конечно. Можешь сказать, что и по Пускуале там есть какие-то… Да, у него тоже, да. Все может примутаться. Работайте во всех направлениях и держите руку на пульсе. Правильно, да? Ну, стараемся, да. Мы не сидим. Вратарский вопрос самый сложный сейчас. Какой? Вратарский? Да. Вообще на рынке. Потому что вот так смотришь, какие игроки подписаны на эту позицию в лиге, и она явно стала слабее, чем какое-то время назад. Согласны с этим? Слабее что? Ну, вот раньше смотришь список вратарей… Рынок в мете, да? Да. И рынок, и те, кто уже подписан. То есть вратарская позиция ослабла в стране. Вратарская позиция для многих будет такое в виде тоже экспериментов где-то что-то. Я думаю, что мы, наверное, будем свидетелем где-то и провалов где-то, да? Потому что мало есть клубов, которые бы излучали, так сказать, уверенность в том, что они действительно собрали вратарскую линию такой, какая она есть. Конечно, эта линия важная, важная, наиболее важная. Здесь угадать, потому что от вратаря зависит и игра команды. Уже теперь я точно это понимаю. И защита ведет себя по-другому. Конечно, для нас это очень важный вопрос. Очень важный. Есть ли вероятность и высокая ли она, что кто-то из молодых в этом сезоне уже в Салавате получит возможность себя проявить? Брагинский, Любровский, да? Да, мы с ними разговаривали. Был с ними разговор. Уже вот сейчас, да? Да, был с ними разговор по завершению сезона. Нам было важно почувствовать, насколько игроки готовы вообще к этому разговору. Готовы к разговору, а готовы к игре? Да, я прям спросил. Начиная от того, как дела и так далее. Ты готов играть? Да, да, да. И завершающий был вопрос. А если случится так, что ты будешь бэкапом конкретным? Вот. Каждый ответил по-своему, но они очень спокойно ответили, что они абсолютно готовы. Абсолютно готовы. И мы видим примеры других клубов, которые рискнули и не прогадали. Поэтому такая опция у них точно есть. И мы так для себя решили, что, конечно, будем смотреть по сезону, но мы им точно уже обещали, что вы какое-то игровое время получите на льду. То есть неизвестно, не можем сказать, какая у нас пара состоится. Я не исключаю, что пара вообще будет. Ежов и два молодых, они будут втроем. Возможно, такая ситуация случится. Посмотрим, как они проведут и процесс подготовки сейчас. Понятно, что они теперь, мы этим разговором хотели нацелить их на то, что у них такая перспектива есть. Ну и, конечно, сборы. Посмотрим на сборы, какие они приедут, уверены. Как всегда проявят. Да, возможно, да. Они проявят себя. Ренат Рашидович был позавчера на радио, и он там дал достаточно большое интервью, поэтому часть вопросов я просто не задаю. Я оставлю ссылку в описании, поэтому вы можете его тоже посмотреть, чтобы… Я сейчас не хочу просто тратить наше время на то, чтобы какие-то вопросы повторять. И вот в том числе на радио вы сказали о том, что Александр Радулов всегда интересен Салавату Илаеву. Это очень многих беспокоит. Вы сказали, что все ждут окончания плей-офф НХЛ, когда он освободится и будет принимать решение. И я хочу вас вот что спросить. Радулов – это, наверное, такой символ Салавата Илаева. У многих болельщиков, особенно у молодых, Радулов ассоциируется с Салаватом, вот эта чемпионская команда. И когда вот эти разговоры прошли, да, опять про Акбарс, что он будет играть в Казани, я хотел вас спросить, что вы почувствуете, если Радулов все-таки окажется в Акбарсе, и вот он приедет на Уфа-арену, как здесь это все будет? Что будете чувствовать вы и как вот арена отреагирует? Ну, в зависимости от того, как он будет играть. Мне кажется, даже вот просто объявление состава – это будет овация или нет? Ну, наверное, где-то эмоционально болельщики, которые будут говорить о том, что почему мы не смогли побороться и так далее. Когда вы говорите, что мы, какая у нас философия, там, вот, минимум эмоций. Мы не хотим принимать правильные решения. Знаете, может быть, две эмоции. Сначала все там скажут «Ура-ура», а потом все скажут, значит, какие вы бестолковые, значит, повелись на наше «Ура-ура». Это наша обязанность болельщиков говорить. Это люди, они же эмоциональные, это люди. И мы встречались с болельщиками, мне понятно, я как бы сам болельщик там был, но и сейчас остаюсь, как понятно дело. Вот здесь все-таки, я думаю, что где-то буду сожалеть, где-то буду сожалеть, но не будет такого, что я принял неправильное решение. Если это случится, можно так гипотетически это говорить? Да, гипотетически. Но если гипотетически представить, что Салават эту борьбу выиграет, и Радулов приедет, это будет, мне кажется, ну, очень крутая история. И в том числе и маркетинговая, и в целом с точки зрения привлечения вот новых болельщиков. Спустя столько лет через такие там, через ЦСКА, через НХЛ, это будет круто. Вы согласны с этим? Ну, безусловно, и у нас и, так вы знаете, разные впечатления. Я недавно смеялся, когда один сотрудник из обслуживающего персонала, услышал о том, что он может быть у нас, вспоминал предыдущий период работы у нас, Александр, да, он такой активный очень человек, он так, что опять? То есть он, конечно, никому не давал покоя, вот это абсолютно. Но он совершенно добрый человек, он не злой этот, и просто настолько веселый, что не все успевают за ним, наверное, где-то это, вот это почувствовалось. Конечно, для нас он остается как бы человеком, который очень много сделал для клуба. Мы с удовольствием будем с ним работать, если так все сложится. Но он уже, конечно, взрослый человек уже, и понимает жизнь по-другому. Уже семья у него есть, да, то есть это, мы не ждем там взрыва эмоций каких-то там, может быть, излишних там, но все равно это, конечно, фигура для башкирии, это фигура. Ну, я думаю, что и для него тоже наш клуб все-таки в карьере тоже сыграл положительную роль. Я думаю, что было бы хорошо, если бы все это сложилось. Но болельщики должны понять, что Салават будет, если Радула выйдет на рынок КХЛ, то Салават Юлаев будет участвовать. Ну, да. Ну, в каких-то пределах ваших. Конечно, это же всегда разговор был, да, и с его агентом мы разговариваем, и всегда геопатически это так, ну, в ходе разговора там, как там дела, ну, понятно, что наш вопрос подразумевает, что нам он интересен, мы смотрим. Ну, мы, конечно, тут эмоции будем откладывать, будем смотреть, как вообще сложится у нас картина по формированию команды. Но, конечно, тренерский штаб – это главное. От них, если будет посыл, тогда, конечно. На итоговой пресс-конференции, к которой я постоянно возвращаюсь, вы сказали, что шанс, вот опять про легионеров, да, хочу поговорить, что 1% то, что кто-то из тех, кто был, вернется. Сейчас, спустя месяц, что-то поменялось? Нет, совершенно не поменялось. Я думаю, что они все вернутся, если мы будем, Россия будет членом НАТО. Наверное, так, я так говорю. Это тогда меньше 1% уже, за пределами ноля уже. Да, что-то можете рассказать вот о новых подписаниях, потому что пока Ежов, Бочаров, Тимкин или нет? Может, какой-то эксклюзив? О новых, которые будут? Да, может быть, кто-то уже на стадии подписания, или нет такого? Нет, такого, чтобы сегодня-завтра мы… Конечно, нам важно было сохранить многих игроков, которые тоже освобождались и заканчивались контракты с тем же Александром Кадейкиным. Сложные были переговоры с Кадейкиным? Нет, он совершенно не сложный. Он такой самостоятельный человек. Он много думает об этом и для себя принимает решения. Он нас уже приучил, мы никогда не ведем с ним переговоры в течение сезона. И понимаем, что он примет решение независимо от нашего мнения или от того, как мы там себя ведем или стараемся ему где-то подыграть и так далее. Он самостоятельно… Ему здесь нравится, то есть он и в комментариях своих давал, что он другие предложения не рассматривал и откладывал все разговоры. Он хочет завывать Куба Гагарина с нашей командой. Мы волновались. Сказать, что мы были уверены – нет, конечно. То есть мы волновались. Все вот эти слухи, что там и «Динамо» в какой-то момент писали, что интересовалась, и что Кадейкин – это прям такой лот на рынке. Это чувствовалось при переговорах или нет? Нет. Вот это… Мы вздохнули, да, потому что все-таки после отъезда легионеров, конечно, значение первой тройки и Александра самого для нас это, конечно, во много раз увеличивалось. И если бы Александр не заключил контракт с другой командой, конечно, нам бы было очень сложно. Здесь мы… Ну и для команды тоже это важно все-таки, да. Я чувствую, как вы так это вздохнули. Да, мы вздохнули. Потихонечку закругляемся. Хочу спросить про планы команды на межсезонье. Есть уже что-то или пока тоже все в стадии разработки? Ну, наверное, по срокам где-то в стадии разработки. Но тренерский штаб решил, что сборы будут здесь, в Уфе. И мы никуда не поедем. В прошлом году мы вынуждены были проводить сборы здесь, потому что коронавирус, никуда не пускали. Им понравился этот формат. Я думаю, что они это продолжат. Ну, здесь ряд плюсов есть, конечно. И риски где-то есть куда-то там, и возможности куда-то ехать на какое-то новое место, где мы еще не были, это тоже сложно предугадать, как это воздействует и на организм человека. Поэтому прием мы спокойно начнем работать. По турнирам? Да, турниры будут. То есть мы поедем на турниры и свой проведем. Турнир уже это опроведено. Я думаю, что ничего такого нет. Вопрос только в сроках. Там организаторы турниров может поменять что-то. В прошлом году на РБК вы были в интервью, и там вас спрашивали про то, увидит ли Салават в новом сезоне с новой стороны. Это я говорю про медиа. Что в этом отношении было сделано и какие планы на этот будущий сезон? Увидим ли мы Салават с другой стороны? Ну, наверное, интерпретация моего ответа, она может быть разной. Для себя я как бы вообще думал, предполагал об открытости. Потому что понимаешь, что и претензии к нам где-то есть, что там, почему мы отстаем от каких-то клубов ведущих в медиа и так далее. Это очень сложный вопрос. Потому что нужны люди, кто это сможет сделать. Нужны, понятно, вливания. Мы над этим работаем, планы есть. На начальном этапе за этот год я считаю, что мы сделали очень многое. Как вы и сказали, мы объясняем, говорим, встречаемся. Я на пресс-конференции тоже претензии с журналистом сказал. Все говорят, когда вы будете открываться, но я говорю, почему-то только один журналист мне долбит и долбит, а все вы, я говорю, пожалуйста, приходите, чай, кофе пьем, я разговариваю, объясняю. Иногда дежурная такая фраза, вы закрыты, ничего не сообщаете. Привыкли так, лишь бы вопрос такой задать. Я работал журналистом, я хорошо знаю. То есть я работал по предыдущим, знаю, что для них нужно. А почему в Акбарсе, в Авангарде, вы так не думаете? Мне так хочется сказать, ну вы тоже не Нью-Йорк Таймс. Извините меня. Такими претензиями? Никто ничего не подошел бы, не сказал. У меня такие есть предложения конкретные. Я сюда так вот. Сколько вешать в граммах? У меня тоже опыт управленческий есть. Один проверяющий говорил. Какие ваши функционалы? Я говорю, ну давай так, вы пришли утром чай пьете. Я говорю, вот я сейчас тоже. Так, пришли, чай попили, что дальше делаем? Они так, что приходят иногда. Нам нужно усилить, углубить пятилетка за три года. Все это скучные разговоры, что надо делать. Поэтому я сказал, не скажу, что все, мы завершили о том, что я говорил раньше. Нет, мы пришли к пониманию, что это необходимо. Но мы видим, что нужны какие-то эксклюзивные вещи, какие-то новые технологии, которые бы не повторяли. Не потому, что мы не хотим повторять за кем-то. Мы бы тысячу раз повторяли бы, если бы это точно было эффективно. И вкладывали бы средства. Но когда я вижу просмотры, и когда я вижу эффект от этого нету, то есть о тебе не говорят, потому что там сколько ты вкладываешь. Потому что они вкладывают средства, чтобы контент сделать. Потом не меньше вкладывают для того, чтобы о нем кому-то напомнить и сказать. А запоминаются совершенно другие какие-то такие вещи. Я больше за те, чтобы сделать такое, чтобы запомниться. И в отношении болельщиков, и в СМИ, и в медиа, и так далее, какие-то вещи. Сейчас сложно это делать. Я понимаю. Сейчас сложно это делать не потому, что все-таки политическая ситуация, она на меня лично очень влияет. И поэтому всегда нужен какой-то порыв душевный для того, чтобы все это сделать. Я понимаю ответственность клуба. Это не мой клуб. Это место, так сказать, это болельщики. Понятно, что они не должны быть подвержены влиянию моего настроения. Мы будем это делать. Это определенно. Ренат Рашидович, большое спасибо за такой откровенный разговор. Надеюсь, что встречаемся с вами не в последний раз. Я получил большое удовольствие. Это первый мой опыт. Я знаю, что вы за каналом тоже следили. Большое вам спасибо за то, что пригласили меня еще в октябре месяце. В прошлом году пустили меня, так сказать, в клуб. Открылись, рассказали. Я за это вам огромная благодарность. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...